Привет, наши дорогие болельщики, поклонники волейбола, калининградцы и вообще все-все-все. Сейчас мы начинаем нашу новую рубрику, где будем знакомить вас с новыми волейболистками локомотива. И первый наш гость – это Татьяна Кадочкина. Здравствуйте всем! Всех рада видеть, со всеми рада познакомиться. Вот сейчас мы с Татьяной немножко пообщаемся, а вообще мы привезли ее в Малинау, на пруд поплаву, который все калининградцы прекрасно знают, для того, чтобы показать Татьяне одну из достопримечательностей Калининграда. Как тебе, Тань, вообще? Мне здесь очень нравится, прям такой европейский дух гуляет, но я поражена такой красоте на самом деле. И сейчас походим, посмотрим, что будет дальше, что еще покажете. А что, кроме Малинау и поплавка, ты уже успела здесь посмотреть? Или не до этого пока было? Пока было не до этого, пока размещалась, устраивалась, обустраивалась, поэтому пока думаю, что в будущем на верстай все. Ну вообще, Таня, расскажи, вот когда ты приняла решение о переходе в локомотив, с удовольствием ли сюда приехала? Или меня пригодили? Да, или тебя сказали, нет, ты будешь играть теперь в локомотиве? Поступило предложение, и я с радостью его приняла и приехала в Калининград. Чем тебя привлек локомотив? Или, может быть, тебя привлек Калининград? Меня и локомотив привлек, и Калининград, потому что Калининград очень небольшой город, но он очень красивый, маленький и спокойный. Плюс рядом здесь есть море, конечно, а локомотив – это очень великая команда, у которой уже есть история. И хочется эту историю все больше и больше продолжать. Таня, для тебя переход в локомотив, по сути, в карьере, да, первый такой большой переход, не считая, когда ты там из родного Оренбурга перебиралась. В Казань же переехала из Оренбурга? Нет, я из Оренбурга уже каталась по городам вместе с папой, с семьей, когда он играл. Остановились мы в Нижнем, и получается уже из Нижнего я переехала в Калининград. Ну, по сути, да, там, наверное, все-таки юношеские такие переходы, все с папой, с мамой. Здесь ты уже полноценно сама как игрок. После Казани переехала в Калининград. Не страшно было вот идти на такие глобальные перемены, что вы говорите? Ну, первое время было немножко страшно, но я не боюсь переменов. Вот, я всегда открыта новому, хочется изменений, поэтому я с радостью переехала. Давай немножко о тебе поговорим. Все-таки вот у тебя родители вальболисты. У тебя была какая-нибудь другая альтернатива в жизни, кроме как заниматься волейболом? Вот брат, вот они играют в баскетбол. Меня родители не принуждали к волейболу, сразу скажу, это было мое решение. Но по детству я занималась плаванием, у меня были небольшие успехи на тот момент. Танцами, гимнастикой, пением. Мы разносторонний человек. Все, что можно, да. Кстати, пением это хорошо, это мы и будем обязательно использовать. Я сразу скажу, что из пения меня прогнали. Я уже не помню, за что, но меня прогнали оттуда. А так у меня были хорошие успехи в плавании, в волейболе. Но как-то по душе и плюс, конечно, то, что родители занимались, я все-таки выбрала волейбол. И не пожалела, не дыхала. Родители сейчас тебе что-то советуют, подсказывают, помогают? Или ты сейчас абсолютно в этом плане волейбола самодостаточный человек? Есть ты, тренер и все. У меня родители мне очень много подсказывают, очень много помогают. Особенно в этом плане очень мама. У меня так родители разверились, мама больше за психологию отвечает. Да, папа больше за теорию и практику. Технико-тактические характеристики. Он мне очень много подсказывает по игре, когда пересматривает. Мама больше меня вдохновляет, поддерживает, подбадривает. Вот сейчас мы стоим около такого замечательного огромного камня на берегу пруда поплавок. Таня, у тебя вот характер такой же каменный, как этот валун? Я думаю, что да. Ну, вообще, какими чертами характера на твой взгляд должен обладать волейболист? Волейболист, скажем точнее. Ну, я думаю, не просто волейболист, а в принципе спортсмен. Я бы не сказала, что жесткости, но умение преодолевать трудности. Это очень самое, наверное, важное качество. Конечно же, чтобы у человека была сила воли. И чтобы у человека горели глаза, когда он занимается своим любимым спортом, своим любимым делом. Чтобы было желание. Это вот самое главное спортсмен. Слушай, ну давай тогда немножко об этом поговорим. Мы вспомним чуть-чуть весну, полуфинал чемпионата России, где Динамо Казанев, Динамо Акбар, за который ты выступала, уступила Уралочке. И потом вас ждал матч за третье место с московским Динамо. Сложно ли было настраиваться на ту игру после поражения, неожиданного, скажем, поражения от Уралочки? Было, конечно, нелегко настраиваться на Москву, но, скажу так, что команда не сдавалась. Она не опускала руки. Да, мы показали не очень хорошо свою игру, но я считаю, что мы старались выложиться на максимум. И команда билась. Я считаю, что она билась. Ну ладно, не будем про Динамо Акбарс, это прошлое, да, мы смотрим в будущее, будущее это Таня и Локомотив. Какие задачи сама перед собой ставишь в новом сезоне в Локомотиве? Вот сама перед собой, не перед командой, именно перед собой. Ну и перед собой самая главная задача, это, конечно, расти в своей игре. И постараться по максимуму помочь Локомотиву настолько, насколько я смогу. Можно сказать, что ты уже адаптировалась в Локомотиве? Команда очень хорошая. Очень хороший тренингский штаб, очень хорошие девочки. В команде я более-менее адаптировалась. Конечно, нужно еще времени, чтобы раскрепоститься, так расслабиться. Но, да, мне уже комфортно в этой команде и в этом зале. Просто иногда наши болельщики это не всегда видят. Смотришь на Таня в тренировках, она иногда ходит так-то сосредоточенная, можно сказать, что даже грустная. Иногда думаешь, что так Таня переживает-то, что так она переживает? Я не переживаю ни в коем случае, просто стараюсь максимально сконцентрироваться на работе и не пускать в голову лишние мысли. Таня, вот выдался у нас выходной. В тренировках завершился первая половина тренировочного, первого тренировочного сбора. Сейчас вырвали Таню из ее выходного. Расскажи, чем ты вообще любишь заниматься, когда нет волейбола, нет тренировок, нет игр? Я в выходные дни не очень люблю сидеть дома. Конечно, если погода плохая, ты вынужден сидеть дома, но я стараюсь потратить это время на себя, на восстановление своего психологического состояния, чтобы отдохнуть просто морально от тренировок, от нагрузок, немножко абстрагироваться от этого всего. И просто остаться, допустим, наедине с собой или наедине с семьей, с друзьями, если они приезжают, если они есть. Просто провести время для себя. Ну, неужели ты когда дома просто ложишься, лежишь и релаксируешь? Вот не поверю. Ну, нет, дома я стараюсь, если у меня есть свободное время, убраться, не знаю, занять себя чем-нибудь. В основном это, конечно, большую часть времени занимает уборка. Даже если, допустим... У тебя должно быть очень чисто, если ты весь выходной убираешься. Ну, у меня в основном это на сборах, когда только-только начинается работа, силы вроде бы еще есть. Вот, в сезоне уже, конечно, поменьше, в сезоне я больше лежу, отдыхаю. Вот, а так стараюсь выбираться в город, больше гулять, больше дышать, чтобы дома не сидеть, не киснуть, как сказать. Ну, смотри, у нас в команде есть любители компьютерных игр. Есть любители, ну, были, по крайней мере, раньше, рукоделия, что-то выживать, что-то мастерить. Кто-то любит готовить. Вот у тебя есть какая-то такая личная фишечка? Готовить. Я очень много готовила тем летом. Сейчас постепенно тоже начинаю здесь осваиваться, закупать имментарь, так скажем. Вот, и потихоньку тоже начинаю готовить. Мне очень нравятся в основном десерты. Я прям очень сильно... Слушай, ну, в твоей фигуре не скажешь, что ты любительница десертов. Такая в этом смысл, я готовлю и кормлю других. А, понятно, себя ограничиваешь. Ну, если для себя, то это что-то больше, наверное, к правильному питанию будет готовиться. Оно не такое вкусное, конечно, да, но зато оно правильное. А для других я стараюсь прям сделать что-нибудь вкусное, необычное, попробовать что-то новое. Ну, например, из последнего. Недавно сырники готовила. Сырники? Сырники по варианте, так скажем, на рисовой муке и без сахара. Очень вкусно. А, то здесь непростые сырники были, в общем. Таня очень щепетильно относится к выбору места для локации, рассматривает, есть ли паутинка или нет. Она не любит насекомых. А что ты еще не любишь, Таня? Наверное, проигрывать, дай угадаю. Проигрывать вообще прям ненавижу. Это начинается сразу самокопание, сразу анализ игр, всего-всего, что только можно. Это очень трудная работа, так скажем. Поэтому проигрывать ненавижу. Слушай, ну, бывает, что менталитет. Вот это, наверное, наш русский менталитет, да? Потому что сколько мы смотрим на европейских спортсменов, европейских волейболистов. Проиграли, забыли, все равно улыбаются, веселятся. Ну, у них, кстати, это как большой плюс идет, потому что они не очень сильно заморачиваются. Они проиграли, сделали вот над ошибками, и идут дальше. Это очень хорошее качество на самом деле. Это мы постоянно там анализируем, копаемся. Вот почему тут-там не получилось. Ну, а самокопание такое чисто наше черта. Это не очень хорошо, конечно, но оно нужно. Просто это должно прийти со временем. Это потом уже у тебя идет на опыте. Ты сделал какую-то ошибку, понял, что за ошибка, исправил и пошел дальше. Ну, давайте, Анна, все-таки немножко про волейбол поговорим. Да, у нас в этом году не будет Лиги Чемпионов, где должен был играть Локомотив. В прошлом году команду наша от четвертьфинала отстегнули, в том числе и Динамо, Агбас, и Локомотив. Сильный удар это был? Это был очень сильный удар. Я надеюсь, что все-таки нас оставят в Лиге Чемпионов. Тем более, что у нас вышло три российские команды. Слушай, ну то, что ее сейчас не будет, уже смирилось. Ну, уже, да, ты свыкаешься с этим. Просто тебе деваться некуда. Поэтому ставишь другие задачи, другие цели. Но зато сейчас будет Спартакиада. Ай, какая радость. Какая радость. Ну, тоже интересно, наверное, поиграть с сильными клубами из России. Да, все-таки будет такая конгломерация. Ну да, это будет, можно будет потом сравнить, как команда сыграет в конце августа и потом, как в конце сезона. У кого какая подготовка идет. Ну, у нас как раз в сентябре начинается сезон. Да. Этап Кубка России предварительный. С нетерпением ждешь первых игр за Локомотивом. Вообще, с таким трепетом я очень сильно хочу уже начать играть. Ну, так, в принципе, всегда бывает, когда ты сидишь на сборах и уже хочешь быстрее взять мяч в руки, поиграть. Такой азарт, чтобы был. Вот. И, конечно же, есть небольшой страх, но я его преодолеваю. Поэтому у меня огромное желание выступать. Давайте пожелаем Татьяне удачи, как и всему нашему Локомотиву. Приходите на наши ближайшие игры. Это и Спартукиада сильнейших, это предварительный этап Кубка России, который стартует в сентябре. Любуйтесь Таниной игрой, болейте за нас. Ну и до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok